Всем привет! С вами Луна! И сразу хочу перед вами извиниться за то, что на прошлой неделе у меня не было видео. Знаете, этим рукам всё нет покоя. На прошлой неделе я делала вот такое светящееся дерево, потому что родители сказали, что оленя моего с дачи они везти не будут, потому что это нужно вызывать как бусик минимум или газель, чтобы просто его доставить с дачи в дом. Поэтому в этом году радовать своими лампочками он нас не будет. И я решила, что всё это так оставлять нельзя. У меня ещё оставалась проволока нужной толщины, также купила белый скотч и 3 гирлянды по 100 лампочек в каждой. Но, к сожалению, в одной гирлянде два цвета просто не светятся. Ну, надурили так надурили, это в магазине сделать абсолютно легко. Вроде проверяли, вроде они все работали, а дома оно уже ничего не работало. Ну, разбираться я не стала, гирлянды были дешёвые, на дорогие для этого дерева я не рассчитывала. Конструкция его очень проста. Там внизу стоит бутылка полтора литровая с водой. Потом всё это, каркас идёт из-за проволоки. А все эти веточки держатся просто на скотче. И сверху облеплено всё белым скотчем, чтобы придать ему такое вроде как снежное и зимнее настроение, в отличие от того настроения, которое у тебя появляется, когда ты выходишь на улицу, там, где ты видишь только грязь и страшные чёрные серые деревья. Надеюсь, перед Новым годом всё-таки нас порадует снежок. Потом меня завлекло валяние из шерсти. Я, честно говоря, вообще никогда не думала, что я буду валять из шерсти. Но нет. Я сваляла хаски, потом я сваляла котика, и потом я сваляла собачку. Собачку это, кстати, хаммер. Ну, должен был быть похож. Кто-то угадал его, кто-то не угадал. Такое дело. Но должен был быть похож, потому что валяла я его по фотографии. Вот так ещё раз выглядит хаммер. В общем, я всё делала-делала, делала-делала. Но ничего, в принципе, особенно новогоднего я не сделала, как в том году, когда я делала и ёлочки, ну, разные украшения, там, и мини-подарочки, и серёжки новогодние. Как-то нету тяги в этом году, наверное, потому что ни снега нету, ну, ничего, нету грязь, плюс девять, солнце светит. Ну, какой Новый год? Ну, честно говоря, весна пришла. Ну, и перейдём ближе к делу. Я хотела вам показать свои шапоголические покупки. Я оказалась на той неделе ещё и неимоверным шапоголиком. Дело в том, что, придя однажды в магазин, я увидела, что на Лореаль есть скидка. А у меня были подарочные деньги на Новый год. Ну, и как вы думаете, я накупила очень-очень много. Но дело в том, что грустная новость, которая постигла меня прямо возле стендал с Лореаль, это то, что мою тушь, мисс Манго, мою самую любимую тушь, сняли с производства. Спасибо вам, Лореаль, за то, что вы сняли её с производства. Теперь я не знаю, как дальше жить. Может быть, вы, конечно, выпустите что-то супер-пупер бомбезное такое, что перекроет вот эту боль, которая у меня поселилась во мне с тех пор, как я узнала, что мисс Манго больше не выпускают. И на этом стенде не было ни одной этой мисс Манго. Я поехала на другую точку продажа, Лореаль, там тоже скидка была одна, сеть магазинов. Что вы думаете, нашла я там тушь мисс Манго. Там стояло три последних туши. Думаю, ну, что же делать, что же делать. А так как я ещё полюбила филайн новую зелёненькую от Лореаль, то я решила взять и ту, и ту. Потому что я сначала наношу филайн, а сверху закрепляю манго, для того, чтобы было вообще там толстые большие ресницы были. Ну и как вы думаете? Я знаю, с меня смеялись не только продавщицы в магазине, не только окружающие люди. И я думаю, будете сменяться с меня и вы. Это не старые туши, это всё новые туши. Я могу для, знаете, для доказательства показать, что вон у меня там ещё лежит старая манго, которая уже практически не красит, которая уже просто превратилась там в какой-то комок, и такая же филайн там есть. Но, знаете, у меня ощущение, что я ограбила в магазин. Я купила очень много лореалек разных, дальше вам его покажу. Но я забрала три последние мисс манги и забрала три филайна. Ну, для того, чтобы сначала филайна, затем мисс манга. Такой у меня дуэт получился. Ну и так сказать, на будущее. Можно, знаете, вот так вставить, и как этот, как он там, росомаха, да? Вот. В общем, я знаю, я маньяк, смейтесь, смейтесь с меня. Но теперь я довольна, потому что у меня много-много туши, и мне теперь хватит надолго-надолго-надолго. Поэтому, если вам также нравилась лореаль мисс манга, пожалуйста, бегите в ближайший магазин и покупайте, потому что ее не будет. Знайте это, если вы этого еще не знаете. Ну, как я уже сказала ранее, на лореаль была скидка, и поэтому я на этом не остановилась. Я купила смывку такую же, как покупала. Отсвечивается. Вот, мицеллярная вода. Такую же, как у меня была в наборе, вот, мисс манга. Но дело в том, что, знаете, я сначала хотела купить, там был коробок такой, набор. Там была вот эта филайн и мицеллярная вода. Но, дело в том, что он стоил на 40, на, по-моему, или 40, или 50 гривен дороже, чем я купила их по отдельности, так как на них была скидка, а на этот набор не было скидки. Ну, знаете, губа не дура. Посчитала, посчитала, думаю, что я буду переплатить. Вот взяла отдельно. Какая мне разница, коробок тут все равно выкинется. Или он зайчику отдадится, чтобы она его грызла. Потому что что-то, ей вечно что-то нужно грызть. Также купила себе пудру. Ну, так как скидка была пудру, себе купила такую же Амфаиболю. Такой же номер, такой же тон. Очень она мне понравилась. Поэтому я не стала ничего менять. Думаю, на весну как раз у меня, я как уже говорила, что зима это у меня тональный период такой, а весна, лето, осень, это в основном пудровый. Поэтому пудрочка у меня есть. Также я купила себе блеск Лориаля. Лориаля, вот такой он бежевенький. Он еще закрыт, поэтому впечатление о нем расскажу вам после того, как буду пользоваться. Они все закрыты, потому что я всегда придерживаюсь правила новогодних подарков. Даже несмотря на то, что подарок я купила заранее, я все равно его открою, ну или точнее буду им пользоваться только после Нового года. Ну, не знаю, у меня так заведено, и я как бы от этой традиции не отступаю. После Нового года все это будет моим. Просто хотела вам показать. Это вот эта новая серия Лориаля. Ну, как уже не новая, я уже покупала такой розовенький блеск. И, кстати, он мне очень понравился. Цвет обалденный, ну, я вам о нем рассказывала. Цвет обалденный, просто все супер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok